как из небытия в бытие приведенное и имеющее в его воле то, что быть или не быть. Как зло есть лишение добра, и неведение есть лишение ведения, так и несуществование небытия есть лишение существования бытия, не собственно сущего, ибо сие не имеет противоположного, но сущего по причастию собственно сущего. Лишение первых двух зависит от воли твари, а лишение второго состоит в воле сотворшего. Который по благости всегда хочет, чтобы существа были и всегда были им благодетельствуемы. 30. Все твари сути ли разумные и умные, допускающие в себе противоположности, то есть добродетели порог, ведение и неведение, или различные тела из противоположностей, состоящие как-то из земли, воздуха, огня, воды, одни совершенно бесплодны и невещественны, хотя некоторые из них и сопряжены с телами. 31. Другие же состоят только из вещества и вида, формы. 32. Все тела по естеству неподвижны, движутся же душою, одни разумные, другие же неразумные, а иные бесчувственные. 33. Из душевных сил иные питательные и растительные, иные воображательные и побуждательные, иные, наконец, разумные и мыслительные. 34. Одной первой причастны растения, второй вместе с первой бессловесные животные, третий же вместе с двумя первыми люди. 35. Первые две силы пленны, а третий усматривается нетленной и бессмертной. 36. Ситые силы, передавая между собой друг другу просвещение, передают и человеческой природе, и сущую в них добродетель, и сущая в них ведение. 37. Добродетель, то есть богоподражательную благость, по которой благодетельствуют и сами себе, и между собой друг другу, и низшим их существам, соделывая их боговидными. 38. Ведение, как то, или о Боге нечто высшее, ибо ты, говорит пророк, вышний вовек, Господи, или о существах телесных нечто глубочайшее, или о бестелесных точнейшее. 39. Или о проведении яснейшее, или о суде определеннейшее. 40. Нечистота ума состоит, во-первых, в ложном знании, а во-вторых, в неведении чего-либо всеобщего. 41. Говорю это относительно к человеческому уму, ибо ангелу не свойственно не знать даже что-нибудь из частного. 41. В-третьих, в страстных помыслах, в-четвертых, в соизволении на грех. 42. Нечистота души состоит в том, что она не действует по естеству. 43. Ибо от этого рождаются в уме страстные помыслы. 44. Действует же душа по естеству тогда, когда страстные силы ее, то есть раздражительные и вожделевательные, во время воздействия на них вещей и помышлений по поводу их остаются бесстрастными. 45. Нечистота тела есть грех делом содеянный. 46. Тот любит безмолвие, кто не пристрастен к мирскому. 47. Тот любит всех человеков, кто не любит ничего человеческого. 48. И тот имеет ведение о Боге и о Божественном, кто не соблазняется никем, ни по причине падения его, ни по причине подозрения порождаемых помыслов насчет его. 49. Великое дело не быть пристрастным к вещам, но гораздо еще более пребывать бесстрастным при помышлениях о них. 50. Любовь и воздержание сохраняют ум бесстрастным и к вещам и помышлениям о них. 40. Ум Боголюбилого вооружается не против вещей и помышления о них, но против страстей, сопряженных с помышлениями этими. То есть он не против восстает женщины, не против обидевшего, не против воображения их, но против страстей, сопряженных с этими воображениями. Вся брань монаха против демонов состоит в том, чтобы отделить страсти от мыслей, ибо иначе невозможно ему бесстрастно смотреть на вещи. Иное есть вещь, иное помышление, иное страсть. Страсть. Вещь, например, муж, жена, золото и прочее. Помышление. Простое воспоминание о чем-либо и сказанного. Страсть. Или бессловесная любовь, или безрассудная ненависть к чему-либо из того. С такой-то страстью брань у монаха. Помышление страстное есть помысл, сложенный из страсти и помышления. А отделен страсть от помышления, и останется чистый помысл. Отделяем же, если хотим, посредством духовной любви и воздержания. Добродетели отрешают ум от страстей, а духовное созерцание от простых мыслей. Чистая же молитва представляет его самому Богу. Добродетели для познания созданий. Познание же для познающего, а познающий для недоведомого познаваемого. И превыше познания ведущего. Бог, вседовольный, произвел тварь из небытия в бытие. Не потому, чтобы в чем-либо имел нужду. Но чтобы они, соответственно, приемлемости своей, причащаясь его блаженства, наслаждались. Сам же он веселился о делах своих, видя их веселящимися. И всегда ненасытимо насыщающимися ненасытимым. Мир имеет много нищих духом, но ненадлежащему, непонадлежащему. Много плачущих, но или об утрате имения, или о потере детей. Много кротких, но к нечистым страстям. Много алчущих и жаждущих, но того, чтобы похищать чужое неправедное, собирать корости. Много милостивых, но к телу и телесному, и чистых сердцем, но под тщеславию. И миротворцев, но подчиняющих душу плоти. Много изгоняемых, но за свое бесчиние. Много поносимых, но за срамные грехи. Блаженны же одни те, которые и действуют, и страждают за Христа и о Христе. Почему? Ибо тех есть Царство Небесное, и те Бога узрят. И так далее. Не потому они блажены, что так действуют и страждают, ибо и вышесказанные тоже делают. Но потому, что действуют и страждают ради Христа и о Христе. Во всем, что мы делаем, как многократно говорено, Бог вздирает на цель для неволи или для чего другого мы то делаем. Почему, когда хотим сделать что доброе, будем иметь целью не человекоугодия, но Богаугождение, чтобы на Него, всегда взирая, все делать для Него, иначе мы и труд понесем, и мзду погубим. И простые мысли о вещах человеческих и созерцаниях всего сотворенного отревая от ума во время молитвы, чтобы, мечтая о меньшем, не отпасть от Бога, кто несравненно лучше всего сущего. 50. Если истинно возлюбим Бога, то этой самой любовью отгоним страсти. Любить же Его есть предпочитать Его миру, а душу – плоти, с презрением всех мирских вещей, с всегдашним посвящением себя Ему, воздержанием, любовью, молитвой и псалмопением и прочее. Если долгое время, Богу внимая, будем тщательно заботиться о страстной части души, то уже не бываем уклоняемы с правого пути прирожениями помыслов, но точнее понимая причины таковых и отсекая их, делаемся предусмотрительными так, что сбывается с нами пророческое слово. «Возре око мое на врагов моих, и восстающий на меня лукавнующий услышит ухо мое». «Когда видишь, что ум твой благочестный и праведно вращается в помышлениях мирских, то ведай, что и тело твое пребывает чисто и безгрешно. Когда же видишь ум, мысленно занимающимся грехами, и не пресекаешь этого, то знай, что и тело твое не замедлит впасть в них же. Как для тела миром служат вещи, так для ума миром служат помышления. И как тело любодействует с телом женщины, так и ум любодействует с помышлениями о женах, воображением своего тела, ибо он зрит мысленно образ своего тела совокупляющимся с образом женщины. Равно в мыслях отмщает он образом своего тела образу обидевшего». То же бывает и с другими грехами. «Ибо что тело в мире вещей делом производит, то производит и ум мысленно в мире мыслей. Не должно ли ужаснуться, вострепетать и прийти в иступление умом, что когда Бог Отец не судит никого, сам, но весь суд предал Сыну? Сын же вопьет, не судите, да не судимы будете. Не осуждайте, чтобы не быть осужденными, подобные апостолы. Прежде времени никого не судите, доколе придет Господь. Еще, каким судом судите друг друга, то осуждайте себя, когда говорю это так и есть». «Люди, оставя плакать о своих грехах, взяли суд из рук Сына и сами, как бы безгрешные, судят и осуждают друг друга. Небо ужасается этому, и земля трепещет, а они не стыдятся бесчувственные. Кто любопытствует о чужих грехах или по подозрении судит брата, тот не положил еще начало покаяния и не принимал заботы узнать собственные грехи, поистине тягчайшей многопудовой свинцовой тяжести, и не знает, отчего человек бывает тяжкосерным, любящим суету и ищущим лжи. И потому, как безумные, бродящие во тьме, оставя свои грехи, мечтают о чужих, истинных или мнимых по одному подозрению. Самолюбие, как неоднократно говорилось, состоит причиной всех страстных помыслов, ибо от него рождаются три главнейшие помыслов вожделевательной части души – чревоугодие, сребролюбие и тщеславие. Потом от чревоугодия рождается помысл блудный, от сребролюбия любостяжательный, от тщеславия гордостный. Прочие же все следуют за каждым из всех трех. Как-то помысл гневный, печальный, злопамятный, унывный, завистливый, клеветливый и прочее. Эти страсти связуют ум предметами вещественными, и клонят его к земле, налегая на него, подобно тягчайшему камню. Тогда как ум по природе легче и тоннее огня. Начало всех страстей есть самолюбие, а конец – гордость. В самолюбии есть безрассудное любление тела. Отсекший его отсек и все страсти, которые из него. Как родители плоские пристрастны бывают к тем, которые родились от них, так и ум, естественно, привержен к своим мыслям. И как наиболее пристрастным из родителей, свои дети кажутся более всех скромными и благообразными, хотя бы они и по всему более всех по смеянию были достойны. Так неразумному уму свои мысли кажутся более всех разумными, хотя бы более всех были нелепы. Мудрым уже не кажутся такими свои мысли, но когда даже удостоверение имеет он, что они истинны и добры, и тогда тем больше не доверяет своему суду, а других мудрых поставляет судьями своих мыслей и рассуждений. Да не напрасно течет или текст, и от них приемлет утверждение Галатам 2.2. Когда победишь какую-либо из бесчестнейших страстей, например, пресыщение или блуд, или гнев, или любостяжание, тотчас нападет на тебя тщеславный помысл, а когда его победишь, тогда переимет тебя помысл гордостный. Все бесчестные страсти владеют душой и изгоняют из нее помысл тщеславия, а быв побеждены, отверзают тому вход в нее. Тщеславие рождает гордость, иногда быв изгоняемое, иногда оставаясь, но быв изгоняемое, оно приводит самомнение, а оставаясь – надменность. Тщеславие истребляется скрытным действованием, а гордость приписыванием Богу, исправно делая моих дел. Сподобившееся познание Бога и подлинно вкусившей сладости того презирает все удовольствия, рождающиеся от вожделительной силы. Водящийся земными пожеланиями желает или яств, или удовлетворения подчревных движений, или славы человеческой, или богатства, или чего другого. За этим последующего, если ум не найдет ничего лучшего этих вещей, на что бы перенесть свое вожделение, то не решится до конца жизни презреть их. Лучше же их несравненно ведение Бога и вещей божественных. Презирающие удовольствия презирают их из страха, или в надежде, или в силу познания их ничтожности, или же полюбви к Богу. Познание божественных вещей без приверженности к ним не убеждает ума совершенно презреть вещественное, но бывает подобно простому помыслу о чувственной вещи. Потому много можно найти людей, имеющих много познания и в плотских страстях валяющихся, подобно свиньям в тени. Ибо, очистившись несколько во время ревнования, о добре и получив в известной мере познание об этом, потом же, обленившись, они уподобились Саулу, который, удостоившись царского престола, но недостойно его начав жить, страшным гневом был с него свержен. Как простой помысл о вещах человеческих заставляет ум презирать божественное, так и простое знание божественного не убеждает его совершенно презирать человеческое, потому что здесь истина пребывает еще в тенях и гаданиях, и потому имеет нужду в блаженной приверженности святой любви, связующей ум с духовными созерцаниями, и убеждающей предпочитать вещественному, невещественное, чувственному, мысленное и божественное. Невсяк, отсекший страсти и помыслы, соделавший простыми, уже тем обратил их и на божественное, но он может не быть привержен ни к человеческому, ни к божественному, что случается с деятельными только людьми, не с подобившимися еще ведения, которые воздерживаются от страстей или по страху мук, или в надежде царствия небесного. Верую ходим, а не видением, и познание имеем еще как в зеркалах и гаданиях, а поэтому имеем нужду в долгом в нем упражнении, чтобы долговременным в нем поучениям и прилежаниям к нему приобресть неотторжимый навык к созерцаниям непресекаемым. 70. Если отсекшие на время причины страстей займемся мы духовными созерцаниями, но не всегда в них будем проводить время, имея это одно себе дело, то легко опять обращаемся на плотские страсти, не получив от того другого плода, кроме простого знания с самомнением, коего конец есть самого познания, мало-помалу помрачения, и всеконечное ума к предметам вещественным уклонения. Страсть любви предосудительная занимает ум предметами вещественными, а страсть любви похвальная прилепляет его к божественному. Ибо ум обыкновенно на каких предметах замедляет внимание, к тем и располагается, а каким располагается, к тем обращает и вожделение, и любовь, или к предметам божественным, ему свойственным, мысленным, или к вещам плотским и страстям. Бог создал невидимый мир и видимый, и душу, и тело так же Он сотворил. И если мир видимый столь прекрасен, то каков же невидимый? Если же тот лучше этого, то сколь превыше их обоих, создавший их Бог. Если теперь Творец всех доброд лучше всего сотворенного, то по какой причине ум, оставив лучшее всего, занимается всего худшим, то есть плотскими страстями? Не явно ли от того, что к этому привык, от рождения обращаясь с ним, а того, что лучшее и выше всего, совсем еще не испытал? Таким образом, если долговременным воздержанием от чувственных удовольствий и по учениям в Божественном, мало-помалу мы отторгнем его от такой привычки, то он понемногу, преуспевая в этом, расположится к Божественному и собственное свое познает достоинство, а наконец и всю приверженность свою перенесет к Богу. Бестрастно говорящий о грехе брата говорит по двум причинам – или чтобы его исправить, или чтобы принесть пользу другому. Если же он говорит самому или ему, или другому без этих целей, то говорит, осуждая или оклеветывая брата. И таковой не избежит оставления от Бога, но непременно впадет или в то же, или в другое прегрешение. И был облечен и укорен другими, посрамится. Неодинаково должен судить о согрешающих тем же по действию грехом, но различно, судя по причине согрешения, или иное – грешить по навыку, а иное – по внезапному, неудержимому увлечению. В последнем случае человек ни прежде греха не имел мысли о нем, ни после греха не имеет влечения к нему, а напротив, весьма скорбит и мучится о случившемся. Совсем не то бывает с тем, кто грешит по навыку, ибо он и до греха не переставал грешить мысленно, и по совершении его в том же остается расположение. Кто творит добродетели истчиславия, тот и познание ищет, истчиславие же. Но таковы ничего уже не делает и не говорит для назидания, но во всем ищет уловить славу от видящих дело его или слышащих слово его. Обличается же страсть эта тем, если когда некоторые из таковых станут хулить слова или дела его. Он крайне огорчается тем не потому, что те не получили назидание, ибо сей цели он и не имел, но потому, что он унижен или унижен ими. Страсть сребролюбия обнаруживается тем, если кто принимает всегда с радостью, а подает с печалью. Таковое не может быть истинно экономным. Страждущий переносит страдания по следующим причинам или из любви к Богу, или в надежде мздо воздаяния, или из страха мучения, или из страха человеческого, или по природной сносливости, или для удовольствия впереди, или из скорости, или из тщеславия, или по необходимости. Иное избавиться от помыслов, а иное освободиться от страстей. Часто избавляются от помыслов, когда нет на глазах тех предметов, которым страсть кто имел. Но страсти между тем скрываются в душе, и при появлении предметов обличаются, и потому должно наблюдать за умом при тех вещах и узнавать, какой он имеет страсть. Искренний друг тот, кто во время искушения ближнего вместе с ним без смятения и тревоги переносит, как собственные случающиеся с ним скорби, нужды, несчастья и беды. 80. Не презирай совести, всегда лучшие тебе советующие, ибо она предлагает тебе божеский и ангельский совет, освобождает тебя от тайных осквернений сердца, и при исходе из мира дарует тебе дерзновение к Богу. 81. Если хочешь быть мудрым и вместе скромен, а не робствовать среди страсти самомнения, то всегда ищи в вещах, что скрывает, скрыто от твоего ума, и найдя, что многое и различное неизвестно тебе, ты поделишься своему невежеству и смиришь свое мудрование. Опознав свое ничтожество, познаешь многие великие и дивные вещи, мечтание же о своих знаниях не дает успевать в познаниях. Спастись искренне желает тот, кто не противится врачевательным лекарствам, лекарства же висуют скорби и печали, разные несчастья, миноводимые. Противящиеся же бедам не знают ни того, какой торг идет у нас здесь, на земле, ни того, с какой прибылью отыдет он отсюда. Тщеславие и серебролюбие суть взаимная друг друга породительница, ибо иные богатеют и тщеславие, а иные, обогатясь, тщеславятся. Но так в мире водится. Монах же более тщеславится, когда бывает нестяжателен, а имея серебро, прячет то, студясь, что имеет вещь, его звание неподобающую. Тщеславие и монаха свойственно тщеславиться добродетелю или ее последствиями. Гордостью же его свойственно гордиться успехами, уничижать других и приписывать то себе, а не Богу. Тщеславие же и гордостью мирянина свойственно тщеславиться и гордиться красотою, богатством, силою и рассудительностью или житейским благоразумием. Успехи мирских людей суть падения в монахах, а успехи монахов суть падения в мирских людях. Успехи мирянца стоят в богатстве, славе, силе, утехах, благоплотии, многочастве и тому подобных вещах, в которые вступя монах погибает. Успехи же монаха суть нестяжания, бесславия, бессилия, воздержания, злострадания, лишения и этим подобное. Чему невольно подвергшись миролюбец подсчитает то великим несчастьем и часто близок бывает к опасности, накинув петлю на шею, а некоторые и делали так. Пища создана для двух причин, для питания и врачевания. Поэтому приемлющее эту не в том намерении и никак следует употребляющие данные богом на пользу, осуждается как сластолюбцы. И в отношении ко всем вещам неправильное их употребление есть и грех. Смиренно-мудрее рождается от чистой молитвы со слезами и болезнованием, ибо она, призываясь всегда на помощь Бога, не попускает безумно полагаться на свою силу и мудрость и превозноситься над другими. Две лютые болисти горделивой страсти. Иное сражаться с простым помыслом, чтобы он не возбудил страсти, иное с помыслом страстным, чтобы не произошло соизволение нашего на грех. Оба же эти вида борьбы не дают замедлять в нас помыслом. С злопамятством неразлучна печаль, и так, когда ум с огорчением видит в себе, как в зеркале лицо оскорбившего брата, то очевидно, что он имеет памятозлобие в пути злопомящих смерть притча 12.28 и же памятозлобствует беззаконен притча 21.24 90 Если злопамятствуешь на кого, молись о нем, и молитвой отделяя печаль от воспоминания о зле, какой он причинил тебе, остановишь движение страсти, став же дружелюбным и человеколюбивым, совершенно изгонишь страсть из души, когда же другое злобится на тебя, будь к нему ласков, смирен, и живи с ним добрее, избавишь его от страсти. Печаль завидующего трудно остановить, ибо он почитает без себя несчастьем то, чему завидует в тебе, и не иначе можно успокоить его, разве скрывая то от него, если же то для многих полезно, а ему печаль причиняет, то которую пренебречь в сторону. Надо внастать на стороне полезного для многих, но по возможности не понебречь и о нем, и не давать себе увлекаться коварством страсти, подавая помощь не страсти, а страждущему от той, но посмиренно мудрее почитать его превосходящим тебя, и давать ему предпочтение над собой во всякое время, во всяком месте и во всяком деле, а свою зависть остановить можешь, если станешь сорадоваться радости того, кому завидуешь, и вместе с ним печалиться о том, о чем он печалится, исполняя заповедь апостола, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. ум ум наш находится посреди двух неких, из которых каждый внушает свойственное ему, один добродетель, а другой порог, то есть между ангелом и демоном, но ум имеет власть и силу последовать или противиться кому хочет. Святые силы направляют нас к добру, а естественные семена добра и добрая воля помогают нам, при рожении демонов придают силы страсти и злая воля. Чистый ум иногда сам Бог учит, не сходя на него, иногда же внушает ему добрые святые силы, а иногда созерцаем им естество вещей. Уму, сподобившемуся ведению, надлежит соблюдать мысли свои бесстрастными к вещам, созерцания непогрешительными, молительное состояние безмятежным, но этого не может он всегда соблюдать проторжениями плоских движений, как дымом мрачаясь по навету демонов. Не на все то мы гневаемся, чем огорчаемся, ибо опечаливающих случаев более, нежели прогневляющих. Например, то-то изломалось, то-то потерялось, такой-то умер. В таких случаях мы печалимся только, а в других и печалимся, и гневаемся, не в любомудром находясь настроении. Ум приемлем помышлении о вещах обыкновенно соответственно каждому помышлению, вновь изменяет вид свой. Созерцая же, те духовно различные преображаются соответственно каждому созерцанию. но быв в Боге бывает совершенно безобразен и безвиден, ибо созерцая единовидного и сам единовиден и весь святовиден делается. Совершенная душа есть та, которая вожделительная сила коей вся совершенно устремилась к Богу. Совершенный ум есть тот, который истинной веры, недоведомо познав недоведомого, обозрел все вообще его творения, и от Бога получил все объемлющее познание о его в них промысле и суде, сколько то доступно человекам. Сто время делится на три части, настоящее, прошедшее и будущее, и вера простирается на все сии три отдела. Надежда на один на будущее, а любовь на два настоящее будущее. Вера и надежда имеют предел, любовь же соединяясь с пребесконечным и всегда возрастая, пребывает в бесконечные веки, и потому-то больше всех любовь. Святого Максима Исповедника страница 214 Третий Том Добротолюбия о любви Четвертая Сотница Во-первых, ум удивляется, помышляя о божественной по всему беспредельности, о неиследимой той и многовожделенной пучине, во-вторых, поражается тем, как Бог из ничего привел в бытие все существующее, но как величия его нет конца, так и премудрость его непостижимо, ибо как ему не удивляться, созерцая неприступную ту и призумительную причину благости, или как не прийти в выступление, помышляя, как и откуда произошло словесное и умное естество и четыре стихии, из которых тела, когда никакого вещества предсуществовавшего им порождения не было, какая-то сила та, которая, подвигшись к действию, привела их в бытие, но сыны еленом не приемлют этого, не ведая всемощной благости и живодейственной ее ум и превышающей премудрости и разума. сила, все